Как быстро и качественно обслуживать большое количество пенсионеров? Начальники всех областных управлений Пенсионного фонда сегодня перенимали опыт коллег в Северодонецке. Здесь одна из самых высоких нагрузок в стране. Какие вопросы обсуждали на выездном заседании правления Пенсионного фонда, смотрите в следующем материале. Плановый перерасчет пенсии и другие изменения в законодательстве периодически вызывают наплыв посетителей в управлениях Пенсионного фонда. В Луганской и Донецкой областях вот уже два года такие нагрузки являются постоянными из-за переселенцев и пенсионеров из оккупированных территорий. Сейчас увеличивается поток людей с мирных территорий, которые выезжали на время боевых действий и возвращаются домой. Опыт по оперативному обслуживанию большого количества людей решили показать всем областям во время выездного заседания правления Пенсионного фонда. Как правильно распределить людей, как правильно рассчитать, чтобы все были обслужены качественно и быстро. Мы хотим, чтобы все начальники главных управлений увидели и поняли, как можно работать в тех условиях, в которых сейчас работает Луганская и Донецкая области. Сейчас в районных отделениях внедряют систему разделения обязанностей. Одни сотрудники ведут прием граждан, другие занимаются обработкой документов. Этот опыт уже показал свою эффективность, но его нужно корректировать в зависимости от обстоятельств, считают в правлении Пенсионного фонда. Если к вам на прием приходит 20 человек в день, необходимость в помещениях, необходимость в людях, она одна. Если приходит 100 человек, совершенно другая. И если есть волны, например, то есть 200 человек в день, 300 человек в день может прийти на прием, здесь необходима особая методика перестраивания работы управления. Делегаты со всей Украины могли воочию увидеть работу коллег в прифронтовой зоне. Вот сегодня увидела, что в этом управлении есть электронная форма учета обращений пенсионеров. Они видят и каждый день, сколько пенсионеров обратилось, по каким вопросам пенсионер, сколько работник уделяет времени пенсионеру и какой результат этого приема. Поэтому мне очень важно персонально, как каждый пенсионер, в принципе, отслеживается нашим работникам. Выездное заседание правления пенсионного фонда продолжится в Донецкой области.